Я в тренде, мы в тренде, вы в тренде, что там, что там? Я в тренде, мы в тренде. Всем привет, это Анна Белкина и программа «В тренде». Сегодня мы поговорим о том, каких животных было принято заводить дома раньше и какие питомцы нынче пользуются популярностью. Я в тренде, мы в тренде, с нами. Не все виды животных способны уживаться с человеком, только немногие смогли преодолеть страх перед людьми. Разные народы приручали множество самых неожиданных животных – антилоп, журавлей, страусов, питонов и даже крокодилов. А, например, карфагенский полководец Ганнибал в войнах с ревненами конца III века до н.э. использовал боевых слонов. Первым спутником человека стал волк, прибившись к нему в каменном веке. Лошадь была одомашнена сравнительно недавно – 5-6 тысяч лет назад. При переходе человека к оседлому образу жизни появились первые домашние кошки. Около 5 тысяч лет назад были одомашнены куры и гуси. Большую пользу человеку принесло приручение тура – предка современных коров. Конечно, мы привыкли к тому, что самые распространенные друзья человека в условиях городской квартиры – это кошки и собаки. Некоторые любят заводить рыбок, особенно если не заморачиваться с их обслуживанием. Есть поклонники мышек, канареек, различных попугайчиков и даже огромных попугаев. Хотя специалисты считают, что этих птиц заводить не стоит. Постоянно разговаривают, громко орут, живут долго. В общем, полностью бесполезные в хозяйстве. И к тому же вы мучаете их, не давая летать. А вот в Индии нередко в качестве домашнего животного держат мангуста. Модный в США питомец – скунс. Правда, есть у него в арсенале зловомное оружие. Однако, по словам опытных заводчиков, прирученный зверь никогда не использует его дома. Маленькие питомцы – жуки-носороги – оптимальное решение для небольших домов и квартир японцев. Оказалось, что россияне не отстают и решаются завести совершенно невероятных животных. Самые смелые любители живой природы с удовольствием делят квадратные метры с лемурами, сурикатами, жабами, черепахами, тарантулами, скорпионами и даже с домашними драконами. Я в тренде, мы в тренде. Знакомьтесь, это Декстер. Ему пять лет. У Люды это первый домашний питомец. Игуана – это была моя мечта. Вот если помнишь фильм «Терминатор», первая часть, очень немногие помнят этот момент, но у Сары Конно жила игуана. И она ей готовила коктейль, пищу готовила. И меня это так вдохновило. Я вот с тех пор, с тех пор, когда у меня этот фильм был записан на видеокассету, с тех пор я мечтала о игуане. Мы не знали, как его назвать, и хотели, применяли разные клички. Бо, Коко, Шкура, Ред, потому что он красный. Это красный морф, он чуть реже встречается, чем зеленый игуан. И муж сказал, что давай назовем Декстер, потому что это был герой любимого мультика в детстве. А дело в том, что у игуана пол можно определить только в возрасте полутора лет. По размеру пупырышек на внутренней стороне бедра. Вот, если они крупные, то это самец, если они мелкие, то это самка. И мы назвали Декстером, это мужское имя, и это действительно оказался пацан. Чтобы игуана хорошо себя чувствовала, надо обеспечить условия. Нужен террариум, где необходимо подогреть и увлажнить воздух. Иначе может развиться воспалительный процесс. Несмотря на заботу хозяев, Декстер однажды простудился. Он после ванны выходил, и было лето, и сквозняки ходили. И он подхватил вот какую-то такую заразу. Они не могут кашлять, у него нет такого рефлекса, такого механизма у него нет. И он тяжело дышал, прям было видно, что ему сложно дышать. И мы пришли к ветеринару, он сказал, послушал его, сказал, что у него воспаление легких началось сразу же, потому что у него нет переходного периода между носоглоткой, воспалением носоглотки, и сразу же воспалились легкие. Вот. Кололи антибиотики. Мне было вот так жалко, приходилось в лапку ему уколы делать. Ящерица не пахнет, ее не нужно чесать, в течение жизни понемногу линяет. Я его купаю каждый день в ванне, вот, потому что, ну, у него сухая кожа, ему нужно постоянно увлажнение. Он вообще родом из Южной и Центральной Афри... ой, Америки. Из Южной и Центральной Америки. И у нас, конечно, в квартирах климат далеко не южноамериканский, и нужно, конечно, создавать условия. Животное полностью растительноядное. Декстер ест все зеленое – салаты, фрукты, овощи. Причем может месяц сходить с ума от мандаринов, а потом не взглянуть на них. Есть такая шутка, что игуана укусила своего хозяина, и потом ходила за ним по квартире в надежде, когда же он убрет, и можно его слопать. Настоящему это чистой воды выдумки. Такого вообще не может быть. Но некоторые заводчики кормят игуан белковой пищей, чтобы они быстрее росли. Например, если они хотят, чтобы с ними фотографировались. Они быстрее растут, но и живут намного меньше. У них не удерживают почки. Коготки у игуана серьезные. Если что-то не нравится, может поцарапать и даже укусить. Такие укусы, если и заживут, то останутся шрамы. Люде повезло. Пока еще не доставалось от любимца. Но все-таки лучше не злить. У каждой игуана свои нелюбимые вещи, так сказать. Вот Декстер не любит фиолетовый цвет. Все, что фиолетовое, он просто будет от этого отходить, фуфыриться, надуваться. И еще он не любит шапки. Если к нему подойти в шапки, он на тебя будет смотреть таким взглядом, что у тебя на голове, мать. Декстер ночью спит в террариуме. А днем его выпускают погулять по квартире. Без происшествий, конечно, не обходится. Вот недавно он сломал нам чайник. Разбил стеклянный электрический чайник. Пытался забраться на стол. Он не столь грациозен, как кошечка. Он не может обходить предметы. Он все сваливает со стола сразу же. Да, животному длиной в полтора метра и весом супитного кота сложно быть грациозным. Зато у него есть третий глаз. У него на голове вот такая чешуйка другого цвета. Это третий глаз. Зоологи вообще говорят, что даже сохранился хрусталик, там сетчатка частично. И вот этот вот орган им нужен, чтобы контролировать то, что происходит над ними. То есть, когда птица пролетает над ним, он реагирует, видит, потому что этот орган у него может воспринимать свет и тень. У игуан нет внешних ушных раковин, только внутренние. Но звуки они различают, в том числе интонации. То есть, если повышаешь голос, кричишь на него, ругаешь, он это сразу чувствует. И очень важно вообще не с уганой сохранять его спокойствие, чтобы он не натворил. Спокойно с ним разговаривать, потому что у него нет совести, конечно, как у ребенка, например. Он не может понять, что он... Ну, он чувствует, конечно, что натворил что-то не то, но сделать какие-то выводы уничтожения. Сам он не издает звуков, эмоции выражает взглядом. Либо с помощью хвоста, который используют как хлыст. Или горлового мешка, раздувая его, когда злится или испуган. Игуану так делают для устрашения врагов. Когда он был маленьким, он, конечно, был более шустрым. Он забирался на шторы, сидел на карнизе долгое время. И, по-моему, включал функцию суперускорения. Мог очень быстро перемещаться по полу. У нас был даже такой случай. Мы не уследили. Была открыта дверь на балкон. И он услышал, как кричат птицы. А в природе птицы – это их враги. Потому что, когда игуаны сидят на деревьях, то птица может унести игуану съесть. Вот он услышал, как щебечут птицы на улице. Включил свой режим турбоускорения. Выскочил на балкон и сорвался вниз. Я босиком побежала. Это было лето. Я босиком побежала вниз. Он лежал в траве. Не двигался. Я так испугалась. У него оказалась просто сломана лапа. Он потом ходил в лангете. У нас с ветеринарами, например, которые могут оказать помощь игуанам, очень сложно. Потому что, когда мы приходим, например, в ветеринарную станцию, то ветеринары первым делом просто фотографируют его. Хозяева обожают своего любимца и надеются, что ему с ними хорошо. На сегодня это все. Неважно, каким домашним питомцем вы решили обзавестись. Главное, чтобы вам было комфортно друг с другом. С вами была Анна Белкина. До скорой встречи и оставайтесь всегда в тренде.